Вначале нужно выкопать ямку, потом это дерево поставить, потом еще закопать это дерево, только потом уже поливать его. И надо за ним следить тщательно, чтобы оно хорошо росло. 11-летний Роман Шииненко посадил второе дерево в своей жизни. С самого утра на городском субботнике мальчику выпала возможность увидеть не только всех своих соседей и друзей по двору, приобщенных к общему делу, но и руководства города. Здесь, независимо от статуса и должности, все как один – с лопатами, ведрами и саженцами граба. Важная сегодня, в первую очередь, акция, я считаю, потому что перед зимой нам надо очиститься в городе, навести порядок, ну и, конечно, с доброй волей, с хорошим настроением, с хорошим сердцем посадить деревья. Провести время на свежем воздухе и насладиться красотами синёкой жителям 7-го микрорайона станет еще приятней. В парке семейных деревьев к нынешним добавилось еще несколько сотен саженцев. Главное, что каждый из них посажен с душой. И это, несмотря на день недели, время на часах и ветер за окном. Для горожан принципиально важно, чтобы, конечно же, был чистый воздух. А с учетом того, что это новый микрорайон, безусловно, принципиально важно, чтобы те люди, которые здесь живут, чтобы они тоже посадили деревья. И на будущее, когда эти деревья вырастут, тут будет полноценный парк. Самое отрадное, что вот такая микрозона, микрорайон. Вот поворачиваешь через дорогу, стоят девятиэтажки. А повернешь голову, теперь стоят красивые деревья. Поэтому я надеюсь, что они все приживутся, все будут расти, укрепляться. И наш парк семейных деревьев будет только разрастаться. Неподалеку от Ромы Шиененко свою аллею закладывает семейство Приходько. Папа Валерий с гордостью отмечает, список настоящего мужчины он выполнил на отлично. Дом построил, сына вырастил, теперь вместе сажают дерево. Паша только за. Пропаганда здорового образа жизни, так как это свежий воздух и посадка деревьев. Потом это общение со своими же родителями. Потому что большинство молодежи сейчас очень мало общается с родителями. Но вот это вот хороший повод. Городской субботник удался. И это без преувеличений. На масштабную уборку вышли порядка 20 тысяч жителей и десятки организаций. Было задействовано порядка сотни единиц техники. Чище стало около организаций в парках, скверах, на улицах, возле дворовых участков и мемориальных комплексов. Но на этом благоустройство родного города не заканчивается. Внести свою лепту в общее дело может каждый и не только в рамках субботника. Мария Бересневич, Максим Галенко. Итоги недели.